Уверен, что большинство из присутствующих сегодня в вебинарной комнате, а может быть даже и все, уже делали и неоднократно покупки в интернет-магазинах. Я ведь прав? Если я прав, если вы делали уже покупки в интернет-магазинах, причем делали это с большим удовольствием, поставьте пятерочки. Да, Владимир. Владимир. Замечательно. Значит, в принципе, большинство, я уверен, большинство из вас уже приобретали в интернет-магазинах те или иные товары. Почему мировые бренды выдвигаются в интернет и почему мы тоже решили переходить на работу через интернет? По той простой причине, что работа в интернете имеет ряд преимуществ, о которых мы поговорим несколько позже. Если говорить конкретно о мировой торговле, о объемах продаж интернет-магазинов мира, то здесь объемы исчисляются даже не сотнями, не тысячами долларов. Здесь объемы продаж исчисляются триллионами долларов. Причем динамика крайне положительная, на мой взгляд. Вот посмотрите, пожалуйста, она представлена на текущем слайде. И здесь буквально за последние пять лет объемы продаж интернет-магазинов мира увеличились в два раза. Ну, согласитесь, что это довольно внушительные цифры. Почему еще мы решили продвигать продажи в интернете, организовывать продажи в интернете? По той простой причине, что сейчас мы живем в веке информации, в информационном веке. Я не устаю говорить, что, например, буквально 10-15 лет назад, ну, по крайней мере, я о том, что есть интернет-магазины, и там можно приобретать те или иные товары, либо услуги, я не знал. То есть, буквально 15-12 лет назад я об этом даже и не слышал. А если слышал, то мельком и, в принципе, не придавал этому значения, не воспринимал это всерьез. Но обратите внимание, каким образом сейчас все изменилось. Все изменилось, ну, скажем так, все развернулось на 180 градусов, можно и так это назвать. Сейчас, в принципе, даже дети в совершенстве владеют интернетом. Даже дети умеют найти в интернете, в этой социальной паутине, ту или иную информацию. Если конкретно говорить, например, о странах СНГ, конкретно о Беларуси, то сейчас количество интернет-пользователей, по статистике, вот здесь вот на слайде представлено 9 миллионов 700 тысяч человек. Я, в принципе, согласен с этой статистикой. Около 9 миллионов человек сейчас являются пользователями интернета. Причем треть из них уже точно совершали через интернет-покупки, совершали покупки в интернет-магазинах. Но даже та часть населения, которая еще ни разу себе ничего не приобретала через интернет, я думаю, в полной мере уже ощутила все преимущества такой классной штуки, как мировая паутина. Почему? По той простой причине, что сейчас в интернете, интернет можно использовать в таких целях, как, к примеру, оплачивать какие-то коммунальные платежи. Через интернет можно осуществлять какие-то денежные переводы. В интернете можно искать ту или иную информацию, которая помогает нам как в повседневной жизни, так и, например, при обучении наших детей, да и нас, в принципе, тоже. Интернет многие используют для того, чтобы проводить там досуг, то есть, зависают постоянно, как я это называю, в социальных сетях и прожигают там часы, десятки часов. В интернете многие люди знакомятся, так, через интернет заключаются браки. Ну, вообще, интернет сейчас активно развивается абсолютно во всех сферах жизни, абсолютно во всех сферах жизни. Так, что же конкретно мы предлагаем делать, используя интернет? Давайте вспомним, что такое бизнес. Бизнес – это продажа. А мы ведь предлагаем строить бизнес в интернете, так? Бизнес – это продажа. То есть, продается что? Продается либо товар, продается информация, продаются те или иные услуги. И мы предлагаем нашу работу осуществлять следующим образом. Мы предлагаем создавать поток покупателей в онлайн-магазин. Не просто заниматься переписью населения, да, или приглашать кого-то зарегистрироваться в наш онлайн-проект. Мы предлагаем создавать именно поток покупателей в онлайн-магазин, которые будут делать товарооборот. Что мы предлагаем в качестве помощи? В качестве помощи даже не мы, а та компания, с которой мы сотрудничаем, предлагает следующие ресурсы. Это два вообще классных сайта, на базе которых и будут открываться онлайн-филиалы ваших интернет-магазинов. Эти сайты настолько содержателем, они так здоровски оформлены. Они содержат подробнейшую информацию и о предлагаемых товарах. Они содержат информацию о их характеристике, о составе. Эти сайты содержат информацию о тех возможностях, которые дает эта система продвижения бизнеса. Компания предоставляет не только вот эти вот площадки, свои сайты. Компания является к тому же еще производителем. Она производит продукцию. Она занимается ее сертификацией, стандартизацией. Логистика развита вообще на высшем уровне. То есть доставка продукции заказчику осуществляется даже в самые удаленные уголки не только нашей страны, не только Беларуси, но и в, по крайней мере, еще 60 стран мира. Компания занимается стимулированием, развитием лидеров, развитием своих партнеров. Она вкладывает громадные деньги, она объявляет акции, бонусы, стимулирует нас подарками, поездками. То есть, в принципе, компания, с которой мы сотрудничаем, прилагает титанические усилия к тому, чтобы мы с вами развивались. И развивались именно в этом проекте. Развивались именно в интернете. Что касается самого бренда, название компании, я думаю, что вы прекрасно ее знаете, это шведская косметическая компания Airflame. Как я уже говорил, она работает более чем в 60 странах мира. Причем официально на мировом рынке, то есть на европейском и мировом, она функционирует уже 49 лет. В следующем году вообще будет миллениум, называйте как хотите, юбилей. 50 лет на мировом рынке. Это будет что-то потрясающее. К юбилею компания Airflame, я думаю, приготовит большое количество подарков для своих партнеров, для своих лидеров. Будет объявлено большое количество акций. Будут вообще феерические награждения, поощрения. Вообще классные, суперские каталоги. Ну, немножко подождем, осталось буквально чуть-чуть, один год. Но тем не менее, 49 лет на рынке. На территории республики Беларусь компания Airflame официально функционирует уже более 10 лет. Ну, скажем так, в Беларуси, по крайней мере, это очень раскрученный бренд. Каждый слышал о компании Airflame. Каждый тем или иным образом сталкивался с ней. Но у многих людей двоякое отношение, как компания Airflame, когда мы им предлагаем сотрудничество, даже в онлайн-проекте, согласитесь, это зачастую вызывает бурю, ну, скажем так, негативных комментариев. Скажите, кто же с этим сталкивался? Кто же когда-нибудь, к примеру, когда проводил собеседование или приглашал и говорил в итоге, что в качестве основного бизнес-партнера мы выбрали компанию Airflame, вы получали кучу негативных подсказываний или эмоций? Если такое было, на самом деле, поставьте в чате, пожалуйста, троечки. Да, есть. Первая троечка есть. Вторая троечка есть. Но, тем не менее, вы со мной согласны. У людей еще как бы старые стереотипы, которые связаны с сетевым маркетингом, да? В принципе, на вот этих вот обучающих вебинарах о сути проекта мы уже, нет, не было у Юлии Кочневой, не было. Юля, то есть, вы приглашаете на открытую информацию и при этом не получаете возражений? Либо вы приглашаете на закрытую информацию? Да. Ну, Юлия, вам повезло. Либо у вас талант, которому еще многим у вас стоит поучиться. Но, тем не менее, если раньше, на открытую, если раньше компания Airflame позиционировалась как сетевая компания, компания прямых продаж, продающая свою продукцию через каталог, да? То, в принципе, и ассоциации раньше какие были? Вот, например, как моя супруга рассказывает, она работала в школе, у нее какие были ассоциации? Это вот девчонка с каталогом, да, она один из их учителей приходил там на стол, бросал этот журнальчик, говорил, давай быстрее заказывай. Все, я побежала. Ну, и все. Какие ассоциации могут быть? Ну, это явное распространение принуждения, да? Поэтому, в принципе, раньше компания Airflame в основном и ассоциировалась как вот такие вот девушки, женщины с каталогами, либо, может, кто-то еще мне рассказывал, что закупали продукцию про запас, складывали в какие-то красивые такие клетчатые сумки и носили по организациям, продавали. Нет, сейчас все коренным образом изменилось. Сейчас, в принципе, мы позиционируем компанию Airflame и она себя сама позиционирует и представляет, как компания, продающая через сайт. То есть от бумажных каталогов уже постепенно уходим. То есть, в принципе, это классический, полноценный, стандартный интернет-магазин, имеющий свое производство, а также имеющий потрясающую систему доставки и логистики. То есть, в принципе, сейчас компания Airflame – это классный, раскрученный бренд, это классная продукция производится этой компанией и, в принципе, товары повседневного спроса, которые люди в любом случае покупают и в любом случае каждый день этой продукцией мы пользуемся, а также все население. В результате того, что компания Airflame в последние годы развивается вообще фантастическими, дикими темпами, вот в прошлом году там почти 10% прироста, или 7, или 8, я точно не помню, около 10% за год было прироста товарообороте, то, в принципе, понимаете, о чем я говорю. Несмотря на общий европейский кризис, компания Airflame развивается. Товарооборот только в прошлом году превысил уже 1,5 миллиарда евро. А самое главное, самое главное, то, что предлагает нам сотрудничество, вернее, компания Airflame, как своим сотрудникам-партнерам, она нам предлагает официальный, абсолютно легальный доход, что сейчас, в принципе, для нас тоже немаловажно. Согласитесь, что-то видео у меня пропадает. Видео у вас не пропадает, напишите, пожалуйста. Если не пропадает, ставьте пятерочки, если все класс. Все класс. Это значит, просто у меня проблемы с интернетом. Наверное, интернет у меня зависит от солнышка. Вот было классное солнышко на улице сегодня целый день, периодически подвисает у Ольги. Ну, это да, такое бывает. Может быть, связано со скоростью, но я это связываю с солнечной активностью. Вот солнышко стало за окошком исчезать, и интернет стал немножко притормаживать. Я, по крайней мере, это связываю вот с такими вот природными явлениями. Но вернемся, тем не менее, к сути нашего проекта. Итак, что касается сотрудничества с компанией Airflame. Я сказал, что мы сотрудничаем с классной компанией, не компанией «Однодневка». На рынке на мировом уже почти 50 лет. В Беларуси уже более 10 лет. Это классный раскрученный бренд, который знают все товары, которые, высказывает компания Airflame, являются товарами повседневного спроса. Они постоянно покупаются, постоянно востребованы, а главное, постоянно заканчиваются. Их нужно обновлять. Товарооборот постоянно растущий. За прошлый год полтора миллиарда евро. Я об этом все рассказывал. И компания Airflame, самое главное, своим сотрудникам, своим партнерам предлагает официально абсолютно легальный доход. Что нам на постсоветском пространстве, я думаю, особенно важно. Еще что хотелось бы сказать о раскрученности бренда компании Airflame. Уже на протяжении последних 7 лет на территории стран СНГ компания Airflame занимает первое место. А компания Airflame – это бренд номер один, причем в потребительской номинации. Эту компанию, как лучшего производителя косметических средств и продукции Wellness, выбирает не какая-то там комиссию, которую можно подкупить, а эту компанию в качестве бренда выбирают сами потребители. То есть продукция нашей компании им нравится. И они ее с удовольствием выбирают. И вот наград 2015 года также получает наш генеральный директор. Сейчас диплом, а также вот эту вот замечательную медаль можно наблюдать в Минске в сервисном центре на улице Бирюзова. Всем рекомендую, кстати, посетить сервисный центр компании Airflame в Минске. Получите массу положительных эмоций, и взрядите положительными эмоциями, и получите массу классных впечатлений. Компания Airflame, как я уже говорил, выпускает товары повседневного спроса. Это косметика, это средства личной гигиены, бижутерия, сумочки. Но также компания Airflame занимается производством товаров для здоровья. Я бы их так назвал. Товары для здоровья. Это ват, билетеративные добавки, это продукты питания, а также это витамины для детей и амин. Ну, скажем так, особо делать рекламу вот этой вот линеечки Wellness сейчас я не буду, по той простой причине, что это завтра сделает один из основателей проекта «Территория роста» золотой директора компании Airflame Анна Козловская. В 7 часов вечера по этой же ссылочке заходите и будете присутствовать на потрясающей школе, школе здоровья, где Анна Козловская расскажет вам о особенности всех этих биологически активных добавок, витаминов. И она также расскажет вам о той пользе, которую вы получаете, принимая все эти витамины. Ну, лично от себя добавлю к завтрашнему ее выступлению, что я и вся моя семья употребляем витамины, вот эти вот биологически активные добавки, все мои знакомые также их принимают. Что это нам дает? Ну, в первую очередь, это нам дает такую классную жизненную энергию, скажем так, большое количество сил, которое мы используем для работы, а также для повседневной жизни. Ну, и, соответственно, больше сил остается уже не только на работу, но и на свою семью, на своих детей. Кстати, хотелось бы отметить, что именно благодаря линеечке Wellness компания Reflame получила огромное количество международных сертификатов качества. Самый, скажем так, самый классный, самый значимый из них – это сертификат GMP. Вот, я его обвожу. А также компания Reflame именно благодаря линеечке Wellness в прошлом году, в 2015, получила первое место как компания номер один производитель БАД и витаминов на российском рынке. А на российском рынке, поверьте мне, огромная конкуренция. Еще хотелось бы придать, скажем так, ну, не хард, а сделать комплимент линеечке Wellness. Вся линейка Wellness в Беларуси продается через аптеки. И купить ее можно только там. Один из основных вопросов, которые задают новички во время собеседования или на следующий день, какие вопросы их интересуют? Ну, в первую очередь, почему я должен присоединиться к вашему проекту? Что я здесь буду делать? Кто мне будет помогать в этом проекте? И, скажем так, я ничего не умею, мне же, наверное, нужно обучаться. И я сейчас вам расскажу, в чем именно преимущества нашего проекта, почему наш проект выбирают многие, почему с удовольствием сотрудничают с нами в этом проекте. В первую очередь, в первую очередь, ну, лично, например, в нашей команде с Мариной, очень большое количество новых партнеров – это мамы, которые находятся со своими детками в декретном отпуске. То есть, что это значит? Это значит, они постоянно привязаны к дому. Они, в принципе, не могут выходить куда-то в офис для работы офлайн. И поэтому предлагаемый нами проект как бы развязывает им руки. Почему? По той простой причине, что благодаря нашему проекту наш бизнес полностью умещается в ноутбуке. То есть, мы не привязаны к какому-то определенному месту, к какому-то определенному населенному пункту, а также времени. То есть, вот смотрите, главное, чтобы был ноутбук, персональный компьютер, планшет, ну, любой гаджет, имеющий выход в интернет, а также безлимитный доступ к сети интернет. И работу можно осуществлять дома. Например, вот если это мамы в декретном, как я уже говорил, они могут работать, пока ребенок еще спит, или когда ребенок уже спит. Можно работать рано утром, можно работать ночью, можно работать там в спальне, можно работать на кухне. То есть, бизнес полностью умещен в ноутбук, никакой привязки ни к месту, ни к времени нет. И я считаю, что это очень важное преимущество нашего проекта. Доход полностью официальный. В принципе, об этом я уже сегодня рассказывал. Да, действительно, весь доход, который вы получаете благодаря сотрудничеству с нами в этом проекте, он полностью официальный, выплачивается на карточку, ну, на ваш счетный счет, на карточку в любом удобном для вас банке. Еще, что очень важно, я считаю, в нашем проекте, чем он отличается, например, от работы на дядю, от работы на кого-то. Здесь нет начальников. То есть, никто не будет стоять у тебя над душой, капать тебе на голову, давай, делай вот это, давай, там, делай больше, у тебя есть план. У тебя нет начальника, ты сам себе начальник. И, в принципе, ты для себя определил тот объем работы, который тебе нужно сделать, чтобы добиться определенного результата, чтобы выйти на определенный уровень. И ты сам выбираешь для себя время, которое ты будешь уделять, скажем так, своей деятельности. Соответственно, тебя не могут ни уволить, ни сократить, ни наказать. Ты сам себе начальник, ты сам выставляешь себе план, и ты сам этим руководствуешься планом. Но для многих это преимущество, но и для многих этот пункт является, на мой взгляд, недостатком. Почему? Потому что многие люди, которые длительное время отработали на государственной работе, они не могут работать без начальников, они не могут работать без понедельников, они не могут работать без контроля. Потому что самоконтроль, самодисциплина, это очень такая сложная штука. Но, тем не менее, для тех людей, для тех партнеров, которые хотят работать и зарабатывать, это не недостаток, это преимущество. Преимущество то, что нет начальника, и вы сами себе выбираете время. В нашем проекте нет финансовых рисков. Почему нет финансовых рисков? Ответ очень прост. Вы рискуете в том случае, если вы что-то вкладываете. В нашем проекте денежные средства не вкладываются. Вы ничего не вкладываете, вы ничем не рискуете. Оформление в наш проект абсолютно бесплатно. В принципе, никаких денежных средств вы на это не тратите. Вы не тратите деньги ни на открытие сайта, ни на открытие интернет-магазина, так как интернет-магазины филиалы открываются на базе уже готового сайта компании. Далее. Очень такая классная штука в нашем проекте это обучение. Обучение, которое позволяет вам личностно развиваться. Обучение у нас проходит в виде вебинаров, которые в онлайн-режиме вы можете смотреть каждый день. Либо эти вебинары вы можете после просматривать удобное для вас время, так как видеозаписи этих вебинаров появляются в чатах. То есть, обучаясь, просматривая вебинары от индивидуальных предпринимателей и практиков, вы обучаетесь. У одного вы услышали, к примеру, как он работает на теплом рынке. У кого-то вы услышали какую-то фишку, какой он работает на холодном рынке в соцсетях. То есть, вы это в себя впитываете, вы расширяете свой кругозор, ну а также вы обучаетесь. Это очень здорово. Благодаря сотрудничеству с компанией iFlame вы получаете возможность путешествовать по миру. Ну, в первую очередь, за заслуги перед компанией за счет компании iFlame, а во-вторых, вы можете путешествовать по миру за свои собственные деньги, которые вы заработали благодаря сотрудничеству с компанией. Все, скажем так, все те достижения, о которых вы здесь добиваетесь, все ваши дела очень щедро поощряются и вознаграждаются компанией. А, причем, неоднократно. То есть, вас будут чествовать, награждать, например, на лучших сценах Минска, на банкетах директоров, на золотых конференциях, на корпоративных мероприятиях внутренних команды. Вас будут приветствовать, чествовать, награждать ваши директора, ваши менеджеры, весь ваш коллектив, который у нас в проекте очень классный. То есть, вы получаете признание и награждение. Еще, что очень здорово в этом проекте и вообще в сотрудничестве с компанией iFlame, это то, что вы сами можете формировать свою команду, вы сами можете формировать свой коллектив. Вот скажите, к примеру, сейчас вебинарной комнате есть девушки или парни, которые еще работают по найму на государственной работе? Если есть, пожалуйста, поставьте единички в чате. Есть. Есть. Я должен удивиться, наверное, сказать, как вы еще работаете на государство? Нет, ну на самом деле я не хотел никого обидеть, не хотел ничего плохого о вас сказать. Просто вы работаете на государственной работе и вы знаете, что в любом коллективе есть люди, ну скажем так, которые портят всю общую атмосферу. Ну то есть, даже бочку меда, даже хороший коллектив можно испортить ложкой дегтя, да, каким-то одним негативчиком. Есть такие явления в ваших коллективах? Если есть, поставьте двоечку. Да, Светлана, у Светланы в коллективе есть такие люди. Что касается нашего проекта, что касается сотрудничества с компанией Replane, здесь таких негативчиков, вы просто не берете команду, вы просто их не приглашаете к сотрудничеству. Ну согласитесь, для чего вам предлагают заработать человеку, который вам неприятен? Вы к себе в команду позовете в первую очередь тех людей, которые для вас приятны, с которыми вам хочется работать, с которыми вам интересно работать, с которыми вам приятно, интересно общаться, обмениваться наработками, либо своими мнениями. И это тоже является одним из преимуществ нашего проекта. Также в наш проект, а также для сотрудничества с компанией Replane, с нашим общим партнером, вы в первую очередь будете приглашать своих друзей, своих родственников, своих знакомых. Вы будете тем самым им помогать. Почему вы будете их сюда приглашать? Потому что вы видите, что здесь можно заработать действительно хорошие, здоровские деньги. И вот именно приглашая их сотрудничеству в наш проект с компанией Replane, вы как бы помогаете им также здорово зарабатывать. Еще очень классная особенность нашего проекта, такая классная особенность сотрудничества с компанией Replane, это возможность передачи бизнеса по наследству. Почему я говорю, что это классная особенность? Ну, по той простой причине, что большинство людей, большинство даже присутствующих в этой вебинарной комнате, для чего хотят много зарабатывать? Вот для чего они хотят получать больший доход, нежели сейчас они имеют? Они хотят это сделать для того, чтобы помочь своим семьям, чтобы помочь своим детям, чтобы улучшить благосостояние свое. И в принципе, впоследствии, когда вы выходите на тот или иной уровень дохода и передаете по наследству детям свой бизнес, им переходят не только все ваши звания, им переходят ежемесячные ваши выплаты, премии и путешествия. И это тоже очень, скажем так, классная штука. Еще сотрудничество в нашем проекте дает, ну, скажем так, такое немаловажное преимущество, как свобода. Как свобода. Но, опять же, свобода это понятие двоякое. Кто-то воспринимает слово свобода, как свободу от каких-то обязательств. Свободу от обязательств перед своей семьей. Свобода обязательств перед близкими. То есть, что я свободен, я ничего не должен делать. Это не так. Наш проект дает свободу времени. То есть, в принципе, сотрудничая в нашем проекте, как я уже говорил, вы сами выбираете то время, когда вы можете работать, когда вы можете отдыхать. Когда вы можете работать, когда вы можете уделять время своей семье. Вы можете сами выбирать то время, которое вы можете проводить со своей женой, говорю женой, пардон, здесь большинство девушек, со своим мужем, со своими детьми. Почему это важно? Почему так важна эта свобода? По той простой причине, что жить нужно здесь и сейчас. И когда мы говорим о детях, мы должны понимать, что сейчас с детьми нужно проводить самое большое количество времени. Не оставлять их на задний план. Ведь вот, когда мы, например, работаем на государственной работе, когда мы видим своих детей, когда мы видим своих родных. Мы их видим до того, как уйти, да, втолкнуть свое туловище куда-нибудь, там, в троллейбус, да, или маршрутку. А также мы затем их видим после того, как вернемся с работы. Причем дети уже, как правило, сидят, делают уроки, да, а мужья, там, не знаю, ну, в лучшем случае помогают делать что-то по кухне, ну, а в обычных реалиях лежат на диване, там, смотрят телевизор, если мы говорим о девушках. То есть, в принципе, время на общение со своей семьей при обычных условиях остается очень мало. Здесь же, когда мы работаем сами на себя, мы сами можем организовать свое время. Какое время мы уделяем работе, какое время мы уделяем семье. И это тоже, кстати, немаловажно. Вот, это что касается преимуществ именно той модели проекта, который предлагаем мы. Но, тем не менее, тем не менее, не стоит забывать, что мы пришли в этот проект для того, чтобы зарабатывать танчики. Точно, вот Дмитрий Городников написал, танчики, играются мужья. Ну, кстати, это, в принципе, шутки шутками, но это какая-то эпидемия. В последнее время очень много мужчин, да и женщин уже почему-то подсели на эти танчики и все свободное время в них расстреливают. Хотя я считаю, что раз все равно вы сидите в интернете, может быть, проведете время там с корыстной целью, с целью зарабатывать деньги. И, в принципе, мужчины, вместо того, чтобы рубиться в эти самые танчики, могут помогать своим женам делать какие-то информационные рассылки, общаться в социальных сетях, поддерживать семейный бизнес. Потому что, в принципе, работая с семьей, когда вы смотрите в одном направлении, все развивается гораздо быстрее. Одно дело, да, когда, к примеру, вот девушка работает на государственной работе, девушка-женщина, да, она приходит домой, ей нужно накормить сына-дочку, если они еще не взрослые. Ей там нужно что-то постирать, ей нужно приготовить на завтрак, ей нужно еще мужу что-нибудь там сделать, там приготовить, носки постирать, которые он разбросал, как обычно, по всей квартире. Это занимает очень большое количество времени. Гораздо проще, когда работают вдвоем, когда работают и муж, и жена. Они могут друг друга заменять, они могут друг другу помогать, и вот при этом общем взаимодействии с семейным, все развивается гораздо быстрее. Именно поэтому большинство топовых званий, как в Беларуси, так и в мире в целом, это семейная пара. Работая вдвоем, работая с семьей, все получается гораздо быстрее. Но не стоит забывать, для чего мы пришли в этот проект, для чего мы приходим в этот проект, для чего люди приходят в бизнес, на ваш взгляд, для чего люди должны приходить в проект, в проект территория роста. Владимир задумался. Но на самом деле, для того, чтобы расти, Светлана, действительно, для того, чтобы расти, и не просто расти, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Для чего создается бизнес? Бизнес, да, действительно, Светлана, зарабатывают деньги. А для чего создается бизнес? Для чего мы участвуем в этом проекте? Для того, чтобы заработать деньги. А суть любого бизнеса, это создание товарооборота. То есть, чем больше мы будем создавать товарооборот, тем более прибыльным будет бизнес. То есть, чем больше товарооборот, тем более прибыльный бизнес. Что касается сотрудничества с компанией Airplane, какие здесь виды товарооборота мы можем наблюдать и какие виды товарооборота мы можем здесь делать. Первый вид товарооборота, самый простой в принципе, это личные рекомендации. Но чем отличаются, к примеру, личные рекомендации в компании Airplane, когда мы сотрудничаем, от личных рекомендаций, которыми мы обмениваемся в повседневной жизни везде и всюду. Вот, к примеру, мы обменялись личными рекомендациями, какой классный стиральный порошок отстирал, все вещи. Мы обменялись личными рекомендациями, что мы зашли в такой-то магазинчик, такие классные товары, скидки, супер. Мы похвалили чье-то кафе, в котором мы были уже пару раз и нам очень понравилось обслуживание. В принципе, мы порекомендовали, но денег за это мы не получили. Деньги получат те люди, кого вы порекомендовали, чьи заведения вы порекомендовали. Здесь все немножко отличается. Здесь вы рекомендуете продукцию компании Airplane. И в принципе, за это вы получаете деньги. То есть, вы собираете заказы по каталогу, да, затем вы эту продукцию заказчикам разносите и получаете немедленную прибыль 20%. Это в принципе интересно, это классно, я не спорю. Это нужно уметь делать. Почему? Потому что здесь довольно быстро идут доходы, да. Делать это легко, это престижно, потому что бренд раскрученный, им пользуются, его любят. Но кроме представленных мною плюсов, в этом способе создания товара оборота есть и минусы. В первую очередь, минус заключается в том, что доход небольшой. Это первое. А второе, когда вы не работаете, когда вы не рекомендуете продукцию, а когда ваш каталог лежит где-то на полочке, к примеру, вы заболели, да, или уехали куда-то на рынок, за границу, каталог лежит, не работает, дохода нет. То есть вы не работаете. Здесь основной упор делается на второй тип создания товара оборота. Здесь, скажем так, упор делается на создание миллионных оборотов в официальном интернет-магазине Ariflame благодаря привлечению новых партнеров, то есть лояльных покупателей и их партнеров. Мы открываем им всем филиалы интернет-магазинов на базе сайта. Они делают огромный товарооборот. И мы получаем с этого процент. Что конкретно нужно делать? Как конкретно ведется именно ваша работа в этом проекте? Так, первое. Оформление заявок онлайн. То есть все эти сведения, которые к вам приходят от новичков, которые хотят принять участие в нашем проекте, в вашем проекте, раз он уже стал, в принципе, общим, они присылают вам свои данные, и вы проводите их регистрацию на сайте. Вы оформляете им онлайн-магазинчик. Так сказать, оформляете заявочку онлайн. Так. Еще, как ведется работа? Работа ведется еще и методом проведения Skype-встреч и телефонных встреч. Причем проводите их не вы, не новички. Их проводят профессионалы, специалисты. То есть ваши менеджеры, ваши директора. Те люди, у которых есть уже определенный багаж знаний, которые умеют проводить эти встречи, которые умеют красиво рассказать, которые умеют грамотно ответить на те или иные возражения. Вот. Но особенность такая Skype-встреч еще интересная. Она заключается в том, что вы, так как вы пригласили человека на эту Skype-встречу, должны на ней присутствовать. Для чего это все делается? Это все делается для того, чтобы вы слушали, что говорит ваш информационный спонсор, ваш менеджер, ваш директор, и учились. Почему? Для чего вам учиться этому? По той простой причине, что проведет вам директор 5, проведет вам директор 10 таких Skype-встреч или телефонных созвон. И все. А дальше вы уже будете их проводить вместе с ним, то есть вы их будете проводить в его присутствии, а после этого вы уже начнете проводить эти Skype-встречи самостоятельно, после того, как обучитесь. Еще работа заключается в коммуникации в социальных сетях, то есть работа в социальных сетях. То есть вы работаете в такой социальной сети, как ВКонтакте, в Одноклассниках, кто-то там работает, например, в Инстаграме, в Фейсбуке, много социальных сетей, всех перечислять не буду. Для чего вы проводите там работу? Для того, чтобы назначить Skype-встречи, для того, чтобы собрать контакт для Skype-встреч. Также ваша работа заключается в введении информационных рассылок. Причем, как правило, эти информационные рассылки осуществляются шаблонами, уже созданными, проверенными, разработанными, проработанными, прокачанными, так сказать, шаблонами, которые дают, ну, по крайней мере, выход точно 70-80% по своей результативности на выходе. А также ваша работа, частью вашей работы является обучение онлайн. Причем это осуществляется благодаря посещению вебинаров. Для чего нужно обучаться? Ну, как ни крути, но сфера деятельности, это для вас, в принципе, новая. А всему новому нужно учиться. Если вы согласны, что обучение является важной частью вашей работы, поставьте, пожалуйста, в чате четверочки. Обратная связь, кстати, очень важна при проведении вебинаров. Так, значит, еще раз пройдемся. Как ведется работа? Регистрация в свою команду, присутствие приглашения на скайп-встречи, присутствие на этих скайп-встречах, чтобы учиться, а также обучение онлайн, благодаря посещению вебинаров. Но, как я опять же говорил, если у кого-то не получается по той или иной причине посетить онлайн вебинар, они могут посмотреть видеозаписи этих вебинаров. Кстати, кто вчера был на таком классном вебинаре, который проводил Сергей Гоглоев? Из присутствующих. Кто вчера был? Поставьте восьмерочки. Или плюсики. Вот. Вам понравилось? Конечно, понравилось. То есть, мы, да, действительно супер. Мы посмотрели, что в России люди работают, в принципе, по очень похожей схеме, по очень похожей системе. И они очень быстро и классно, здорово растут. Что это значит? Это значит, что та система, по которой работаем мы с вами, она действенна, она работает. А есть запись? Да, Ольга, есть запись. Я ее выкладывал. И Денис вчера тоже ее выкладывал, но если вы ее пропустили, я сегодня еще раз ее выложу. Есть запись, да, Владимир? Спасибо. Вот. Как видите, эта система работает. Наш проект очень здорово функционирует. И принимая активное участие в этом проекте, можно добраться до очень высоких отметочек на лестнице успеха компании iPlay. Мышка зависла. Мышка зависла. Мышка отвисла. Так. Идем дальше. Так, еще раз повторюсь. Чем больше товарооборот в интернет-магазине благодаря вашим усилиям, тем выше ваш доход. Если конкретно, предметно, на цифрах разбираться, как это работает и почему это работает. Выложу в чате. Хорошо. Хорошо, Дмитрий. Выкладывайте. Почему это работает? Исходя из статистики такого волшебного сайта Белстат белорусского, семья, белорусская семья среднестатистическая, ежемесячно тратит на средства личной гигиены и, ну, чуть-чуть на косметику ежедневного пользования примерно 300 тысяч белорусских рублей в месяц. Это в среднем. То есть кто-то тратит, к примеру, 100 тысяч, кто-то тратит 200 тысяч, кто-то 300, кто-то 500. Ну, это личное дело каждого. Это зависит и от количества членов семьи, это зависит от их потребностей. Не будем сейчас на этом останавливаться. Итак, средняя цифра 300 тысяч белорусских рублей. На этом слайде приведена очень такая интересная арифметика. Сколько тратит на средства личной гигиены и вот эту вот, эту самую косметику ежедневного пользования, как вчера Сергей Гоглоев назвал их мыльнабрильное, тратит 54 миллиона белорусских рублей только один жилой дом девятиэтажный. Вы представляете, какая цифра? Вы представляете, сколько на этом можно заработать, если перенести все их покупки в свой онлайн-магазин. То есть, с 54 миллиона мы получим, в таком случае, как организаторы этого твороборота, ну, около 10%, но это больше 5 миллионов белорусских рублей. Неплохо, да? Почему я привожу цифру 180 квартир? Да, Диана, почему именно 180 квартир, такой вот жилой многоэтажный дом? Это тоже цифра взята неспроста. Именно такое количество лояльных потребителей и партнеров появится в вашем онлайн-магазине через 3-5 месяцев благодаря нашей слаженной работе. То есть, в вашей работе, работе ваших менеджеров и вашего директора. Они будут вам помогать наполнять ваши онлайн-магазины. И уже где-то через 3-5 месяцев, повторюсь снова, в вашем онлайн-магазине будет уже от 180 человек. У кого-то будет 300, у кого-то будет 400. Это будет зависеть от, скажем так, эффективности вашей работы, от интенсивности вашей работы. Но по минимуму возьмем так, 180 семей, 180 человек по 300 тысяч. Товарооборот, который будет проходить через вашу организацию, 54 миллиона белорусских рублей. Честная схема. Ваша задача состоит даже не в том, чтобы собирать и приглашать потенциальных лояльных покупателей, потребителей. Ваша задача, основная задача, я бы даже сказал, найти 5 человек, которым реально нужны деньги, которые реально хотят зарабатывать, они хотят развивать свой собственный бизнес. Им очень понравилась та модель, которую вы им предлагаете. И они будут сами для себя покупать на 150 баллов, делать личный товарооборот. Почему именно на 150 баллов? По той простой причине, что это основное условие для начисления вам денег за созданный товарооборот, 150 личными. Вот эти люди, 5 человек, будут для себя покупать на 150 баллов и будут очень интенсивно приглашать. Они, скажем так, будут настолько обучаемы, что будут полностью вас копировать. Они также будут стремиться пригласить 5 человек и научить их приглашать, а также делать личные товарообороты по 150 баллов. То есть, в принципе, каждый из приглашенных вами партнеров, а это будут именно партнеры, он будет делать товарооборот на 100 условных единиц. То есть, вот смотрите, вы 5 и 5 по 5, в вашей команде появится 31 человек, которые будут создавать товарооборот на 100 условных единиц. И товарооборот, созданный вами структурой, будет составлять 3100 условных единиц. А ваш доход составит примерно 220 уе. И вы будете уже являться менеджером. Но наша задача вывести вас не на уровень менеджера. Наша задача вывести вас на уровень директора. Наша задача научить вас приглашать и обучать не просто лояльных покупателей, а обучать и приглашать в первую очередь и обучать партнеров, ваших партнеров, которые также захотят зарабатывать. Наша задача вывести вас на звание директора. А чем же будет отличаться скажем так звание директора от звания менеджера? Ну, в первую очередь это более высокий доход. Почему более высокий, я говорю, по той простой причине, что ежемесячный официальный доход директора составляет от 700 условных единиц, от 700 долларов. Скажите, пожалуйста, кому из вас вот интересен именно такой доход от 700 долларов, а не 220 скажем условных единиц заработная плата, вернее доход менеджера. Кому из вас интересен доход директора больше? Вика Вика была первой. Быть тебе Вика директором. Ну, в принципе, все из присутствующих сегодня в вебинарной комнате рано или поздно станут директорами. Главное прикладывать для этого большое количество усилий и делать все то, что вам говорят ваши информационные спонсоры и директора. только не в лицо, а сзади. Так, хорошо. Итак, в первую очередь преимущество звания директора это официальный доход уже гораздо выше от 700 условных единиц от 700 долларов. Это первое. Второе это единобременная премия, единобременная выплата 1000 долларов. Тоже согласитесь, классно. Вот кому на государственной работе хоть раз платили такую премию? Я даже не буду дожидаться ответов. Я знаю, что никому такую премию не платили. Также очень классная такая фишка в директорской команде это возможность участия в программе «Мой автомобиль». Что это значит? Это значит, что вы можете взять из салона новенькую «Шкоду» «Рапид». Вы возьмете ее близим и платить за нее будет компания. Согласитесь, это тоже здорово. Кто из вас хотел бы прокатиться на новеньком автомобиле из салона? Поставьте плюсик. Ага, Екатерина, Юля. Хорошо, я очень за вас рад. Обращайтесь, пожалуйста, к Виктории. Она первой поставила плюсик на зарплату директора, значит, она первой станет директором и прокатит вас на своем автомобиле. Вот. Кроме всего прочего, где она, я? Кроме всего прочего, преимущество звания директор на две персоны на банкет директоров. Это классное, феерическое мероприятие, которое проходит каждый год на лучших сценах Республики Беларусь в городе Минск. то есть это скажем так представьте такую картину вот девушки давайте к вам обращусь вас сегодня больше. Вот скажите у вас часто появляется возможность одеть платье в пол прямо так вот вечернее платье в пол и так пройтись по подиуму как королеве. Вот часто появляется такая возможность такой повод? Нет нет не часто я с вами полностью согласен когда еще придется но здесь даже вспомнить сложно действительно а здесь на банкете директоров вы представьте все девушки в вечерних платьях их кавалеры вот в раках классная музыка выступают лучшие артисты российской эстрады белорусской мировой эстрады да только на празднике на работе сказка да действительно только на празднике на работе то если шеф не будет приставать вот ну мы немножко отвлеклись от тем разговора а также вот это вот возможность поехать на банкет директоров причем на две персоны это очень классная фишечка чтобы привлечь в бизнес ваших мужей то есть дорогой а давай ты будешь помогать мне строить бизнес пока я буду делать информационные рассылочки а я там буду присутствовать на скайп встречах а ты посидишь с нашим малышом хорошо и приготовишь ему покушать хорошо и завтрак себе приготовишь тоже сам хорошо дорогой он он скажет а что мне за это будет для чего мне это делать а вы ему скажете ну как же вот смотри у нас будет у меня будет приглашение на банкет директоров на две персоны и тогда я тебя возьму с собой вот это тоже очень хорошая фишка чтобы приглашать в этот бизнес мужей сейчас я вам хочу показать несколько фотоснимков которые были сделаны на таких банкетах вот это вот один из наших первых банкетов смотрим когда мы получали свою первую премию тысячу долларов в принципе здесь представлены практически все директора из структуры Елены Рокочи и Дениса Бирюкова вот это вот Елена Дмитрия Левша это у них тоже семейный бизнес потрясающая семейная пара целеустремленная которая ставит перед собой цели и мой муж не ведется Юлия ваш муж не ведется ну Юлия я могу вам сделать комплимент мой тоже Екатерина неужели вы думаете что вот я повелся в свое время на уговоры своей супруге о том что здесь так классно что здесь так можно здорово зарабатывать нет конечно же я тоже был против но поверьте мне и запомните самое главное что точку зрения любого мужчины меняет определенная сумма денег вот и все ну отвлеклись немножко от темы разговора вот это просто потрясающий банкет на сцену поднимались да да Владимир со мной тоже согласен все вы такие да мы такие мы такие да кстати опять отвлекусь раз уж заговорили по поводу того как сотрудничество с компанией реклейм видят женщины а как это сотрудничество видят мужчины здесь даже мой сын он еще вообще ну маленький ему 9 лет и то вчера высказал такую классную точку зрения после того как мы вместе с ним кстати просматривали серверовой вебинар он сказал мама папа вы знаете почему в бизнес нужно приглашать мужчин заинтригованные нет не знаем а почему Данила он говорит а по той простой причине что женщины очень сильно отвлекаются на косметику вот а мужчины занимаются бизнесом вот поэтому привлекайте мужчин в бизнес так ну вы отвлеклись от темы разговора сейчас на этом слайде вы видите сестру Елены Рокочей это Анна Козловская в прошлом году она закрыла сразу два звания старший директор и золотой директор то есть как видите в принципе никаких ограничений по карьерному росту и по доходам здесь нет вот девушка за один год закрыла два звания только премиями получила три с половиной тысячи долларов ну согласитесь хорошая премия прекрасная премия а также на сцене сейчас вот видите это Екатерина Дробицкая это один из директоров Анны Козловской она также получила свою премию в тысячу долларов на сцену поднимается очень большое количество директоров это вот девушка например которая в 19 лет Юлия Хоминская закрыла звание директора это Алла Голдырева которая многодетной мамой является это тоже я бы даже не помешал это помогло ей закрыть звание директора это Людмила Тарнопович это Светлана Парфинович вот она справа внизу это также госслужащий это вот юрист по образованию Наталья Бирюкола которая является нашим информационным спонсором именно она привела нас в этот бизнес и показала все его люди которые закрывают звание и золотого директора видите здесь и Ольга Хоминская и Наталья Мозговая и вот Тамара Семеновна Рудова это пенсионер это мама моей супруги это Зинаида Сафонова это она работает на хлебзаводе это Жирнова Оксана мама в декретном то есть в принципе ограничений не по возрасту не по образованию как вы видите здесь нет на эту сцену поднимаются абсолютно все ну не абсолютно все поднимаются те кто захотел что-то в своей жизни изменить кто захотел более достойного подохода кто захотел более достойного отношения к себе и к своим действиям со стороны окружающих и вот последний директор который закрылся в команде Елены Рокочи и Дениса Биркова это Ольга Мельникова вот буквально недавно проходило ее поздравление здесь же в Витебске это непосредственно наши вышестоящие спонсоры Елена Рокочи и Денис Бирюков со своим максимальным чеком в 6000 долларов когда они закрыли звание бриллиантовых директоров как вы видите опять же повторюсь на сцену дворца республики на сцену дворца спорта в Минске на банкете директоров поднимаются абсолютно разные люди почему они туда выходят я уже говорил потому что они захотели добиться более высоких доходов они захотели в своей жизни что-то поменять они решили убрать ту планку планку в заработной плате которую им выставляют на государственной работе они решили сами выбрать тот уровень дохода который их устроит тот уровень дохода которого они достойны и вот это им помогает сделать лестница успеха компании Арифлейм план успеха компании Арифлейм как видите здесь большое количество ступенечек это ступенечки карьерной лестницы здесь подписаны те заработные платы те доходы которые вы можете иметь выйдя на тот или иной уровень и каждый из директоров каждый из вас сам выбирает для себя ту ступеньку на которую он хочет подняться который он стремится он сам выбирает для себя тот уровень достатка которого достойен не только он но которого достойны и все члены его семьи и к этому они и должны стремиться также сегодня я рассказывал в преимуществах проекта о том что с компанией Арифлейм очень можно здорово путешествовать как за счет компании так и за деньги заработанные с компанией Арифлейм в прошлом году летом мы всей командой Елены Рокочи и Дениса Бирюкова мы ездили в тур по Европе мы побывали в Польше мы побывали в Берлине Германии вот посмотрите мы ну не штурмом но с флагом с флагом компании Арифлейм мы взяли Рейхстаг также мы побывали в Дании мы побывали в Швеции затем всей семьей в том же году мы ездили отдыхать в Турцию слайде вот мы побывали в Турции мы пересекали Балтийское море когда к примеру и Северное Северное море и Балтийское море когда мы были в Швеции в Швеции кстати основной целью нашего путешествия было что посещение научно-исследовательского центра Елеса это родина коктейля Natural Balance который разрабатывается разрабатывался и до сих пор разрабатывается и усовершенствуется одним из лучших кардиохирургов мира Стигом Стеном мы проходили у него обучение целый день вот это наше общее групповое фото мы проходили у него обучение узнали все тонкости именно создание этого коктейля все те скажем положительные явления которые проявляются в организме человека когда он употребляет этот коктейль то есть мы узнали абсолютно всю историю его производства всю историю все механизмы а также на себе опробовали ну большое количество скажем так медицинских приборов которые используются для тестирования этих коктейлей также мы побывали на уже за счет компании на саммите будущих президентов компании Арифлейм в Гильнюсе это было в прошлом году и в этом году также только недавно закончился этот саммит наши вышестоящие спонсоры Елена Рокоча и Денис Бирюков побывали выполнив условия королевского вызова побывали в Швеции за счет компании в зале Нобелевских лауреатов Нобельхолли скажите кто-нибудь из вас хотел бы побывать в Нобельхолли в том здании в том зале где Нобелевские лауреаты получают свои премии вот кто-нибудь из вас хотел бы там побывать да конечно я с вами полностью согласен я тоже хотел бы там побывать и вот вы представьте Что должны были сделать в прошлом профессиональный спортсмен и в прошлом учитель для того, чтобы там очутиться. Это вообще сказка. И вот именно за заслуги перед компанией Арифлейм она позволила своим лидерам, ведущим лидерам побывать в этом Нобельхоле и встретиться с королевой Швеции. Также одна из золотых конференций, это путешествие за счет компании Арифлейм проходило на сногсшибательном лайнере, который позволил лидерам с уровня золотой директор путешествовать по Средиземному морю. Елена с Денисовым говорили, что это вообще, это куча эмоций, вообще это непередаваемые ощущения. В этом году, не в этом, а в юбилейном году, в следующем, кстати, золотая конференция будет проходить уже на двух шестизвездочных лайнерах. И в принципе у нас в планах там всей командой побывать. В этом лайнере, на котором проходила золотая конференция, был практически... Практически целый город. Там были концертные залы, там были спортивные арены, там были бары, рестораны, театры. Там вообще, там практически целый город, целый пламучий отель. Одна из бриллиантовых конференций, на которых побывали Елена Рокоча с Денисом Дереком, проходила в Сингапуре в 2015 году. В одном из самых дорогих отелей мира. Именно вот этот отель, часть его была арендована компанией Арифлейм для своих лидеров с уровня бриллиантовый директор. В этом году Елена с Денисом были в Абударе на бриллиантовой конференции. Это тоже вообще потрясающее впечатление. Они привезли кучу положительных эмоций, огромное количество полезной и нужной для нас информации и зарядили всех нас позитивом. В этом году, не в этом, в прошлом году, Елена с Денисом также были на золотой конференции, но ездили они уже туда не в одиночестве, а вместе с Анной Козловской. Это новый золотой директор, я о ней раньше вам рассказывал, она закрыла сразу два звания. И они, в принципе, были там уже втроем. Наша команда, как вы видите, растет. И я надеюсь, что в следующем году на золотую конференцию появится уже гораздо больше ее представителей. За последние 18 месяцев компания Арифлейм, чем, скажем так, обозначилась, более 6000 человек, более 6000 партнеров вышли на уровень директора и выше 6370. Только в качестве бонусов компания Арифлейм выплатила своим партнерам больше 10 миллионов долларов, а на основные выплаты пошло порядка 500 миллионов долларов. Это полмиллиарда, согласитесь, это очень хорошие деньги. Это значит, что компания Арифлейм вкладывает в своих партнеров значительные средства. Поверьте мне, что будет на вашем пути встречаться огромное количество, скажем так, «доброжелателей», в кавычках, которые будут утверждать, что то, что вы затеяли, это невозможно. Да куда ты пошла? Там тебя обманут. Так Денис когда-то сказал, на вебинаре «квартиру заберу». Как я когда-то своей жене говорил, ты с собой паспорт не бери, когда туда пойдешь, иначе тебя точно обманут. Таких людей на вашем пути будет встречаться огромное количество. Вот яркий пример, сейчас приведу из личной жизни. Я сегодня встретил своего бывшего коллегу, учитель, мы вместе работали в школе. Когда я зарегистрировался в компании вместе со своей супругой, он мне, ну так, усмехался, скажем так, крутил немного лиска, что куда ты лезешь, да, ну вообще это лохотрон, тебя там обманут, и денег там нет, это вообще женское занятие. Что ты там с девкой будешь делать вообще, это не мужское занятие, ты учитель, это звучит гордо. Вот было очень много таких утверждений. Я его сегодня встретил в городе, мы с ним разговаривали, и он мне уже сидит и жалуется, вот у нас там на работе всех сокращают, зарплаты урезали, работы много, там сидит, чуть не плачет, и с надеждой так на меня смотрит. А у тебя как дела? Я говорю, а у меня все классно, продажи идут, доходы увеличиваются, в принципе динамичный бизнес, у меня все здорово. И он на меня смотрел такими жалкими глазами, ну то ли завидовал, то ли что, то ли ждал какого-то предложения. Но я договорился с ним, конечно же, о встрече, но тем не менее факт остается фактом. Как вы видите, всех на их жизненном пути встречают такие люди, которые говорят, что у тебя ничего не получится. Но это, как правило, люди-неудачники. Давайте посмотрим, что по поводу сетевого маркетинга, да, говорят звезды мирового бизнеса. Вот они представлены на текущем слайде. Вот, например, сейчас, скажем так, миллиардер, который баллотируется на пост президента в Соединенных Штатах Америки, да, Дональд Трамп, что он говорил о сетевом маркетинге. Однажды, когда он выступал перед широкой публикой, да, у него спросили, Дональд, а вот если вы все потеряете в один момент, в один час, что вы будете делать? Дональд сказал, а я займусь сетевым бизнесом и улыбнулся. Зрители рассмеялись. На этот смех Трамп ответил, именно по этой причине я стою здесь, а вы сидите там, в заительном зале. Согласитесь, что это, ну, о многом говорит. К примеру, Билл Гейтс, представлять его, я думаю, вам не нужно. В 2010 году он предсказал, что с этого года, с 2010, будет только три вида бизнеса. Это интернетный бизнес, это сетевой бизнес рекомендаций, причем в то время уже практически 90% бизнеса в США было сетевым. А также будут те виды бизнеса, которых-то, в принципе, уже и не будет, по той простой причине, что они не заметили такой тренд, как сетевой маркетинг. Затем Роберт Киосаки, это также довольно крупный инвестор, миллиардер, автор многих книг по сетевому маркетингу. Он говорил, что богатые, они либо ищут сети, либо их создают, а все остальные ищут работу. Ну, как вы считаете, к мнению каких людей стоит больше прислушиваться? К мнению тех людей, которые ходят на обычную государственную работу и говорят, что у вас ничего не получится? Или к мнению людей, которые в этой жизни добились многого, которые в бизнесе также добились, ну, скажем так, значительных успехов? И, в принципе, подают нам очень такой здоровский и положительный пример. Поэтому я хочу от себя и от проекта в целом пожелать вам, не обращайте внимания на тех людей, которые вас отговаривают. Не обращайте внимания на тех людей, которые говорят, что у вас ничего не получится. Если вы поставили перед собой цель улучшить свое благосостояние, добиться благодаря своим усилиям хоть чего-то в этой жизни, смело идите вперед, смело действуйте. Потому что только вы в ответе за свое благосостояние и за благосостояние своей семьи. Вот. А от себя лично хочу добавить. Приглашайте в этот бизнес своих мужчин. Они вам точно будут очень полезны. И ваш совместный семейный бизнес будет развиваться очень быстро, активными темпами. И вы точно добьетесь потрясающих результатов. С вами был я, Дмитрий Городников. Если есть какие-то вопросы, пишите в чате. Так. Спасибо.